Елена Гелёва Елена Гелёва Елена Гелёва С тех пор жизнь девушки изменилась. Она начала поститься, делать намаз и старалась максимально соблюдать каноны ислама. Из родных у Елены только мама, но она ничего не знает о том, что дочь стала мусульманкой. Я просто боюсь, что будет большой, ну не скандал, но я боюсь, что это будет вызовет большое неприятие. Я очень люблю гармонию. И мне очень трудно будет выдержать вот эту вот ситуацию в семье. Я понимаю, что надо. Но с другой стороны, я как представлю, что вот это напряжённое состояние в семье, вот нет, не могу. Семью Елены нельзя назвать религиозной. Папа был атеистом, а мама ходила в церковь, ставила свечку. Но, по словам Елены, сама до конца не понимала, зачем это делается. Но нашу героиню мысли о Боге начали посещать ещё в детстве. Я же в сознательном возрасте крестилась. То есть мне было 12 лет, и я заставила своих родителей, бабушку, и сказала, что я хочу. После принятия ислама единственной серьёзной загвоздкой для девушки стал хиджаб. В Ингушетии она одевается, как и положено мусульманке. Но когда приезжает домой, приходится искать альтернативные варианты. Я в Москве ношу косынку назад. А это не вызывает вопросы у мамы? У мамы уже ничего не вызывает вопросов. Намазы Елена совершает у себя в комнате, либо в мечети, если она в это время находится на работе. Я знаю, что мне обязательно нужно прочитать намаз. И вот те там полтора часа, которые зимой есть на Зухар, я должна в них успеть. А мечетей-то мало, и я стараюсь на работе не читать намазы, потому что мне очень страшно. Я езжу в мечеть, а мне это значит полтора часа, полчаса туда, значит полчаса там, полчаса обратно. То есть я выстраиваю своё расписание вокруг этих намазов. На самом деле, кто хочет, тот найдёт его способ. Елена работает в театре. Она понимает, что это не совсем халяльная сфера деятельности, но старается максимально адаптировать свою работу под ислам. Я об этом постоянно думаю. О том, что играть в театре, это, наверное, не очень хорошо. Что это неправильно и так далее. Но я пока что ничего с собой сделать не могу. То есть я стараюсь соблюдать максимально, что я могу соблюдать, максимально на что у меня хватает. То есть пять намазов, пост, какие-то вещи, платья длинные. То есть даже в театре я ставлю условие, что я не выхожу на сцену в открытой одежде. Ислам для немусульман окружён массой ложных представлений. И у Елены были свои стереотипы о мусульманах, и касались они в первую очередь женщин. Ну, по поводу притеснения женщин, наверное, то есть обычно считается, что мусульманские женщины бедные, забитые и угнетённые, ничего подобного. На самом деле у меня этот стереотип разрушился ещё в 2000 году, когда я была в Сирии. И я тогда поняла, что сирийские женщины совсем не забитые, совсем не угнетённые, а там мне больше жалко было мужей. Девушка полюбила ингушетию и собирается сюда ещё. Тем более она, филолог по профессии, начала изучать ингушскую литературу. Ей очень нравится писатель Исаак Адзоев. Так получается, что в научной деятельности я сейчас занимаюсь Исаак Адзоевым. Я пытаюсь изучать его творчество. Меня приглашают в докторантуру писать диссертацию, но я пока что отмахиваюсь, потому что я очень боюсь. Но я участвую в конференциях, пишу доклады и так далее. У каждого свой путь к Богу. Кто-то рождается в мусульманской семье, а кто-то проходит через путь осмысления, включает разум, открывает сердце. Главное, в конце концов, сделать правильный выбор. Встать на путь веры единого и единственного Бога, который не имеет сотоварищей, не нуждается в посредниках. Изабелла Явлуева, Рамзан Зурабов, канал Олив, Ингушетия. Субтитры создавал DimaTorzok